Я очень рада, что я работаю в этом институте, я заведую отделением гинекологической эндокринологии, которая, когда я пришла туда, была ориентирована полностью под пациенток с чистой эндокринной патологией. Это были пациентки, которые собирались, ну тогда еще со всего Советского Союза, это были, ну прежде всего, конечно, основной наш профиль сахарный диабет первого типа, который планирует беременность, готовится к беременности. Это были пациентки с классическими формами врожденной гиперплазии корыноотвочников, который оперировал замечательный хирург, который работал в оперативной гинекологии, советский Геннадий Александрович. Лучшие труды, наверное, по этой проблеме принадлежат именно ему. Ну и, конечно, это были пациентки с феохромоцитомами, с синдромом медицинка Кушинга, которые вот ехали, каждый год приезжали, показывали, что у них происходит. Но сейчас немножко все поменялось, и в основном мы работаем, конечно, также с сахарным диабетом первого типа, и наши пациентки как раз вот с тем самым эндокринным бесплодием, хотя, как еще раз говорят, специальности гинеколог-эндокринолог на сегодня не существует. Прием у нас, как называется, прием акушера-гинеколога. И, конечно, проблема ожирения, несомненно, является на сегодня одной из актуальных проблем в России. Считается, что каждый второй житель имеет избыточный вес или ожирение. Жировая ткань – это единственная ткань в организме, которая способна к депонированию. И так уж строила жизнь, что женщина – это продолжательница рода, поскольку она продолжательница рода, то, естественно, природа старается запасти жировую ткань как можно больше. Когда это начинается? А тогда, когда у девочки будет сформироваться менструальная функция, тогда, когда природа решает, что женщина – это девочка, становится женщиной в состоянии уже выносить ребенка и выкормить его. Для этого нужны определенные энергетические запасы, где они могут спрятаны подольше быть, только в жировой ткани. И именно в период, когда девочка формируется, у нее на 120% увеличивается масса жировой ткани, тогда как вся остальная масса ткани увеличивается только на 44%. Месячные приходят тогда, когда жировая ткань составляет в организме в среднем 11 кг. Если в этот период девочка вдруг посмотрела на подружек и решила немножко сбрутить вес, мы будем сталкиваться с вами с такой проблемой, как недостаточность функций яичников на протяжении очень долгих лет, связанных именно с дефицитом веса, который в этот период становления цикла у нее и произошел. По данным Всемирной организации здравоохранения, обратите внимание, какая огромная цифра, 42 миллиона детей имеет ожирение. Если говорить про подростков, то мы видели тоже цифра очень большая. И приходя во взрослую сеть, мы сталкиваемся с тем, что вот эти девочки прекрасно умеют провести себе гормональный гемостаз, то есть остановить циклическое маточное кровотечение. Некоторые даже для этого уже теперь гинекологу не ходят. Но эндокринолога некоторые не посетили ни разу. То есть то, что вес – это проблема, некоторым из них не говорили. Ну и очень коротко вспомним с вами регуляцию менструального цикла. Вы помните, что регулируется она по принципу положительной, отрицательной обратной связи. Что же у женщин с ожирением не так? У них много жировой ткани. Раз жировой ткани много, значит превращается из андрогенов большое количество эстрогенов. То есть у них много на периферии эстрона. Ароматазная активность у этих женщин 2,5 раза выше, чем в норме. И что дальше? Вот постоянно, представляете, на периферии много эстрогенов. Фолликул еще не достиг определенной степени зрелости. Но триггер овуляции, лютенизирующий гормон, который мы ловим с вами, когда ставим тест на овуляцию, начинает стимулировать еще незрелую фолликулу для того, чтобы его разорвать и выпустить яйцеклетку. Таким образом, что происходит с этим фолликулом? Он уходит в персистенцию и формируется так называемый вторичный поликистоз яичников, наверху, который нередко доктора ультразвуковой диагностики пишут заключение, могут вам описать синдром поликистозных яичников. Это не синдром поликистозных яичников. Смотрите, какая разница. Это вот уже Надежда Юрьевна сказала, что это объем 10 кубических сантиметров или 10 миллилитров. Яичник будет нормальных размеров у барышницы ожирения. Там будет просто много фолликулов, где-то диаметром 7-8 миллиметров. Причем эти изменения все являются обратимыми. Гиппократ говорил, и ожирение и худобу следует осуждать. Матка не в состоянии принять семи и менструирует регулярно. Представляете, до нашей эры уже знали, что и худок, когда худой человек плохо, и полный – это тоже плохо. Ну и вот, да, те самые женщины, в зависимости от индекса массы тела, то, чем мы сейчас пользуемся, да, красивый диагноз – избыточная масса тела, когда индекс массы тела до 30, ну а все, что выше – это уже ожирение. Ну и очень важно, когда пациентка к вам приходит на прием, определить, где у нее располагается жировая ткань. Кто она – яблоко или груша? И вы сразу это видите, да, то есть, если вот она пришла, у нее большое количество жировой ткани в области грудной клетки, живота, и такие тонкие, характерные вот ноги для них – это, да, значит, эта пациентка чаще всего окажется с метаболическим синдромом, с метаболическими нарушениями, и работать с ней будет, ну, достаточно непросто, вследствие сопутствующих этому ожирению осложнений. Мы говорим про одно андроидное тип ожирения, когда окружность талии выше, чем 80 сантиметров, когда соотношение окружности талии к бедрам выше, чем 0,8. Ну и, конечно, именно абдоминальное ожирение и запускает весь тот каскад проявлений метаболического синдрома, про который мы сейчас будем говорить. Это гиперинсулиномия, это артериальная гипертензия, дислепидемия, сахарный диабет второго типа, нарушения в реальной функции и бесплодие. Критерии инсулинорезистентности, в общем-то, вам всем известны. Когда вы выполняете пробу на толерантность к глюкозе, попросите пациентку сдать инсулин. Натощак она его сдаст, и через 2 часа после нагрузки, и вы будете понимать, есть у нее инсулинорезистентность или нет. И в таком случае препарат метформин, который называют действительно сегодня аспирином 20 века, он, в общем-то, может быть, будет и не лишним в терапии, направленной на снижение веса. Индекс хома придумал такой выдающийся ученый Матеус. И когда он его придумал, он посчитал, что у здорового человека этот индекс должен быть равен единице. А мы с вами говорим про инсулинорезистентность, когда индекс хома выше, чем по разным рекомендациям. 2,5, 2,8. У нас в клинических рекомендациях он оказался несколько выше. Но все-таки мы придерживаемся таких цифр. Ну и вот то, о чем всегда мы нашим пациентам говорим, которые готовятся выполнить пробу на толерантность к глюкозе. Вот она норма, гипергликемия, диабет. И я специально сейчас приведу пробу на толерантность к глюкозе у пациенток с гестационным диабетом. Видите, тут обязательно три точки. И как эти точки отличаются. То есть здесь у нас третья точка 8,5, и есть вторая точка 10. А вот здесь все-таки это 7,8, последняя точка 11, а там 8,5. Ну и, наконец, что-то вернуться. Проба на толерантность к глюкозе. Это уже скрининг проводится теперь всем пациенткам. Раньше, говорят, гестационного диабета было мало. Потому что, наверное, мы тогда не всем проводили этот поголовный скрининг. Выбирали только женщин с ожирением, да пациенток с невынашиванием. Кому с нашей точки зрения надо было этот тест провести. Поэтому диабета у нас стало больше. У нас 17% гестационный диабет по выявляемости в Санкт-Петербурге. А вот где-то я была на конференции, доктор из Ярославля сказала, что у нас 2%. То есть мы как-то не согласились. Ну, в данной ситуации пусть лучше будет гипердиагностика, чем недооценить. И тот слайд, который мне очень нравится. В 2021 году Ачерт и Таерс описали такое сочетание нарушения метаболизма углеводов и гипердрагеномию. Они не знали, как это назвать. Назвали диабетом бородатых женщин. То, что потом Штейн или Венталь описали, и доктор Зесняков. И оказалось, что это синдром поликистозных яичников. И вот существует еще 4 фенотипа синдрома поликистозных яичников. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что у нас дальше будет с вами тема неклассической формы врожденной гиперплазии коры надпочников. И некоторые формы будут перекликаться. Например, вот эволиторный фенотип. Когда пациентка, казалось бы, с поликистозом, но не должна она беременеть. Она берет, беременеет один раз, два раза. Но не вынашивает. И мы, конечно, склоняемся в сторону, что это, наверное, не классическая форма. А проведя диагностику, все-таки понимаем, что это синдром поликистозных яичников. И здесь, конечно, вы должны в этом быть хорошо ориентированы. И про лабораторную диагностику, это сейчас было очень хорошо сказано. Конечно, мы любим антимюлеровый гормон. Потому что очень просто определили его, увидели 18. Это очень похоже на синдром поликистозных яичников. Но, к сожалению, Гаудлайн его не считает обязательным. Маркером может быть, а может и не быть. Все-таки ориентирование больше у нас идет на уровень свободного тестостерона, секс-связывающий глобулин или глобулин, связывающий половой стероидный кармон и индекс пандрогенов. Ну и, конечно, клинические проявления, я тут не могу не сказать про синдром поликистозных яичников, часто сочетается с ожирением. 30-50% случаев они идут параллельно. И слайд, который привезла с одного конгресса, который очень мне понравился, что в ранние возрасти синдром поликистозных яичников, это проблема чья, драматологов, педиатров, гинекологов, эндокринологов в более поздние сроки, потому что увеличиваются риски рака эндометрия, кардиоваскулярные риски. И в последнем Гаудлайне большое внимание было уделено как раз нарушениям углеводного обмена. То есть такой главы раньше не было, что у пациенток с синдромом поликистозных яичников значительно повышен риск гистационного сахарного диабета, сахарного диабета второго типа, нарушение толерантности к глюкозе. Поэтому какая бы худенькая пациентка с синдромом поликистозных яичников у вас на приеме не была, вы должны провести пробу на толерантность к глюкозе. И, может быть, вы уже сразу будете понимать, с чем эта пациентка пойдет в беременность. То есть нарушение толерантности к глюкозе, этот диагноз пойдет с ней в беременность, уже никакой не гистационный диабет будет у нее, а просто нарушение толерантности. Ну а дальше то, о чем я еще хотела сказать, что особое внимание уделено качеству жизни таких пациенток. И впервые подробно описаны те физические нагрузки, те диетические ограничения, которые у этих пациенток должны быть. Вот обратите внимание, что 10 тысяч шагов пациентка должна сделать в день. И 30 минут заниматься спортом. А если она этим спортом не занимается, значит, это что такое? 3 тысячи шагов пройти дополнительно. Кто был в нашей клинике, видели, у нас коридоры огромные, территории большие. И мой клинический ординатор прибегает там откуда-то в очередной раз, говорит, «Все, Елена Владимировна, я ваши 13 тысяч шагов уже пробежал». Ну, значит, еще не вечер, еще пробежишь еще больше, да? Ну, для них это 13 тысяч, это может быть и не так много. Для нас это уже, наверное, несколько больше. Поэтому для пациента, к сожалению, это тоже большая физическая нагрузка, эти лишние 30 минут спорта. Ну, то вот о чем уже тоже Надежда Юрьевна сказала, но я просто привела это в такой таблице, перевела ее, как приведено в самом гаудлайне. Обратите внимание, да, вот он, ципротероноцитат, не препарат первой линии, да? Дальше. Все-таки сначала идет образ жизни, да? А потом уже наши препараты, наша терапия. И нельзя. Контрацептивы, которые подавляют секс, связывающий глобулин, способствуют гиперандрогеномии. А какие это контрацептивы? Какие нельзя? Вы все их прекрасно знаете. Какие вы назначаете, какие не назначаете. Сейчас мы словечко об этом скажем. И лечение бесплодия. Да, смотрите, перечислено все. А потом дальше вторая только линия. Это уже хирургические методы лечения или стимуляция гонадотропинами. И третья линия – это экстракорпоральное оплодотворение. И вот теперь пару слов про лапроскопический дриллинг. Потому что у нас не так давно проходил конгресс по оперативной гинекологии. И выступала замечательная доктор Назаренко. Она очень хорошо все об этом говорила. Кому дриллинг, а кому не дриллинг? Вот дриллинг, она считает, будет эффективен у тех пациентов, кто имеет нормальную массу тела и высокую концентрацию тонизирующего гормона. Сейчас, если говорить про методики операции, все больше доктора говорят про то, что, может быть, имеет смысл вернуться к клиновидной резекции яичника. Вот профессор Леваков говорит, что я перешел уже на эту методику. Ну, а у вас, конечно, и у нас все зависит от того доктора эндоскописта, в какие руки мы это отдадим, который умеет с этой проблемой работать. Важно, что? Чтобы мало не сделал, да, и много не убрал. То есть, чтобы была та самая золотая середина, чтобы получилась эта самая беременность. Что мы ждем после оперативного лечения у этих пациенток? Мы, конечно, ждем, что у них снизится уровень ЛГЭ, андрогенов, и восстановится регулярный эволюторный менструальный цикл. Вот в чем преимущества лапароскопии и ЭКО? И вот лапароскопия. Свои преимущества. Не очень дорого. Множество овуляций, которые мы достигнем одним только оперативным доступом. Отсутствие риска многоплодной беременности при стимуляции против. Свои тоже есть, да. Это риск оперативного вмешательства, риск повреждения фолликулярного аппарата. ЭКО, плюсы, да. Останутся крилы, эмбрионы. Вот последняя тут моя пациентка пришла от репродуктолога, говорит, Лен, Владимир, 55 клеток получили. Худенькая женщина, представляете, 55. Я не знаю, сколько там по времени продолжалась эта пункция. Но сейчас 4 месяца приходили яичники в порядок, чтобы можно было сделать перенос. При этом, конечно, они же, репродуктологи, знают о риске гиперстимуляции. Они стараются эту гиперстимуляцию избежать. Но яичники таких пациенток непредсказуемы. И поэтому, конечно, свои минусы здесь тоже существуют. Ну и вот самое главное, да, это многоплодная беременность. Кто занимается этой стимуляцией овуляции, да, в общем, должны помнить всегда, что яичники у таких пациенток отвечают на стимуляцию не всегда сразу и хорошо. То есть вы начинаете там, ну, допустим, достартовали с какой-нибудь небольшой дозы 75, они не отвечают, вы добавляете, да. Добавили, тоже не отвечают, еще добавили. А потом на 20-22 день цикла начинается рост этих яичников. И сколько там детишек получится. Эта фотография тоже с Конгресса. Я убрала надпись, которая там была написана. На первом малышу было написано «Меня очень хотели и ждали». На втором «Меня не ждали», а на третьем «Меня не ждали совсем». Поэтому не все женщины готовы вынашивать многоплодную беременность. Вот у меня сейчас лежит девочка с тройней. Ее прислали на редукцию в 11-12 недель. Когда я говорю, как же перенесли-то трое сейчас в наше время? А доктор сказал, один дохленький, наверное, не приживется. Ну, куда его? Ну, в общем, вот куда его? Туда его и посадили, да. И вот теперь у нас редукцию мы срок пропустили, потому что у пациентки в 12 недель началось обильное кровотечение, да. То есть огромная отслойка была, которую мы только сейчас вот к 20 неделям прирастили. У нас там три девочки. Конечно, семейство не возражало бы против одного мальчика. Ну, в общем, девочка худенькая, 57 килограммов вес, 174 рост. Белок у нас 54, еле-еле вот держим его. Вот, да, гемоглобин 95 после феринжекта. То есть она не готова к такому вот. А еще вся беременность у нее впереди. Поэтому, конечно, начинает такую стимуляцию, помните. Еще один слайд, я его даже не стала тоже переводить. Что на нем написано? Опять-таки это наш самый любимый метформин. Что метформин не улучшает стимуляцию, да, но снижает риск гиперстимуляции у таких пациенток. Поэтому целесообразно, наверное, все-таки этот препарат использовать. И, наконец, вот избыточный вес. Пациентка пришла на вопрос, то есть на прием, и у нее какой основной вопрос? Она хочет реализовать свою репродуктивную функцию. А мы с чего начинаем? А мы спрашиваем, а сколько вы весите? Какая реакция у пациентки? Плохая, да? Она говорит, я к вам не за этим пришла. Я пришла вот с тем, чтобы планировать беременность. Меня вес мой вполне устраивает. И в таком случае мы практически везде поставили весы. Мы пациенток наших взвешиваем. Так как пациентки с дефицитом веса, и вы это знаете, всегда вам вес прибавят, да? А вот эти женщины чуть-чуть всегда скажут в минус. И вот она говорит 100, но ты видишь, что не 100, что больше. Вот она встает и чуть не падает этих весов 110. Я же взвешивалась совсем недавно, да? То есть для них какой-то этот рубеж после определенного веса как-то перестает существовать. Это, к сожалению, так. И, конечно, может быть, она в зеркале себя видит так, как эта женщина, да? А мы с вами думаем о чем? Что прежде чем выпустим такую пациентку на беременность, сколько сил и трудов и с ее, и с нашей стороны, должно быть в такую пациентку вложено. 20 минут вот у нас на прием. Это, конечно, очень мало времени, чтобы обсудить с ней все проблемы, да? Поэтому мы уже вчера, вот Селина Николаевна, говорили, что у нас с этой целью работает школа коррекции веса. В свое время мы в 98-м году съездили в Энс, у доктора Бутровой Савельевой подучились, получили сертификат и начали тоже работать. Школу эту у себя открыли. Значит, что мы часто встречаем у наших пациенток с ожирением? Из школы коррекции веса, наверное, каждая третья пациентка уходит на гистероскопию, да? Это гиперпластические процессы эндометрия. Причем пациентка может менструировать 3-4 раза в год, но по месяцу, по полтора. Ее вроде бы как это не очень и беспокоило, пока она вот не собралась беременеть. Вместе с увеличением роста ожирения, это статистика, пошел вверх рост гиперпластических процессов эндометрия. И основные моменты, которые способствуют развитию гиперплазии эндометрия, это ожирение, это избыточный вес, это сахарный диабет, это синдром поликистозных яичников. Опять-таки, это вот та наша самая группа, да, про которую мы сейчас говорим, группа с метаболическими нарушениями. По данным ФИГО, каждый год мы недополучаем 127 миллионов новорожденных из-за существующих у мамочек разных проблем. По ярче желтым выделила женское ожирение, это 42 миллиона недополученных беременностей. Что же происходит у женщин с ожирением? У них вместе с ростом индекса массы тела снижается способность к зачатию, хотя живой вопрос, который всегда меня не переставал волновать, почему одна набрала 90 килограмм и не беременет, а другая 140, да, и беременеет каждый год, да, еще это самое умудряется на аборты ходить. Тут, в общем, не совсем все это понятно. Оширение ассоциировано с увеличением частоты бесплодия, с ухудшением качества ацитов, с частотой невынашивания. И, конечно, все вы акушерогинекологи, это риск акушерских и перинатальных осложнений. У пациенток с ожирением, о чем мы говорим, повышается свержание свободных неэстрифицированных жирных кислот. Но где, прежде всего, для нас важно? В фолликулярной жидкости, где и закладывается тот самый, да, единственный эмбрион, то есть уже идет закладка эмбрионального генома. Следующий момент. У таких пациенток очень большое количество периферии конечных продуктов гликирования. Помните, мы с вами смотрим гликированный гемоглобин. Что это такое? Это продукты распада, да, повышенных уровней глюкозы. И таким образом мы с вами понимаем, какой уровень глюкозы был у пациентки. Когда у нас идет обход, всегда спрашивают, это как вы считаете, истинный уровень гликированного, если пациентка лежит в декомпенсированной сахарной диабете первого типа, а гликированный у нее, допустим, 6,5? Да, конечно, нет. Значит, пациентка имела гипогликемические состояния, да, и вследствие этого у нее такой вроде бы приличный уровень гликированного гемоглобина. Вот здесь вот эти конечные продукты гликирования, связываясь со своими рецепторами, повреждают фолликулогенез и нарушают тот самый процесс созревания ацитов. Качество ацитов ухудшается. Еще один момент. Митвелли, такой известный доктор, который очень много лет занимается в Англии проблемой невынашивания, показал, что у пациента к сожирению в эндометрии находится большое количество гаптоглобина, что препятствует нормальной посадке, да, и формированию окна имплантации вот у таких девушек с ожирением. И, наконец, вот сейчас мы перейдем уже к репродуктивным технологиям, да, пару слов про них тоже скажем. О чем нельзя молчать? О том, что действительно на ЭКО теперь берут всех, да, и у нас не так давно вот прерывали две беременности, одна пациентка с сахарным диабетом первого типа, гликированный гемоглобин у нее был 12, когда ее взяли в протокол, доктор якобы этого не увидел, суточная потеря белка, какая должна была быть, ну, какая, чтобы были абсолютные показания к приживанию? Два грамма, да, у нее шесть. То есть клубочковая фильтрация 40. И представляете, уговорить пациентку, да, прервать беременность, она сама из Карелии, и у нас по квоте сделали ЭКО в одном из коммерческих центров, которые сейчас тоже стали активно квоты получать. Дальше она уезжает в Карелию в 12 недель, коллеги просят заберите ее назад, потому что, ну, надо что-то с ней решать. Пациентка упертая, мы до 20 недели не могли никак ее, вот, прервать. Ну, наконец, все-таки диагностировали порог сердца, и только вот это вот помогло нам с ней справиться. А другая вообще история вопиющая. Приходит женщина с двойней с сахарным диабетом первого типа, и вдруг выясняет, что она суррогатная мама. То есть, понимаете, ее взяли в суррогатную маму, даже не спросив, что у нее есть сахарный диабет. То есть, когда появился менеджер клиники, вот, мы не видели биологических родителей, потому что чаще всего эти женщины не общаются с биологическими родителями, все общение, да, идет через менеджера. Он говорит, и что, так все серьезно? Он никакого отношения к медицине явно не имеет. Ну, серьезно, пусть кто-то придет и дваждет. Ну, хорошо, мы будем над этим работать. Ну, в общем, прервали тоже беременность, 8-9 недель было. Ну, вот разные, вот я говорю, есть истории. И, конечно, вот эти пациентки наши с избыточным весом, которые тоже берут вот на ЭКО со всяким весом, да. Если говорить про частоту невынашивания, проанализировали пациенток с нормальным весом, да, и с избыточным весом. У них частота невынашивания, конечно, значительная, у пациентов, к сожалению, выше. Что при спонтанных беременностях, что при беременностях, наступивших в результате ВРТ. Ну, и вот эти замечательные портреты Батера, да, художник колумбийский, который много рисует пациентов с избыточным весом. Почему я их тут привела? Потому что, вы видите, в паре и муж, и жена имеют избыточный вес. Так вот, по данным масштабного шведского исследования, было показано, что если в паре и муж, и жена имеют избыточный вес, то вероятность таких протоколов самая низкая. Может быть, вес высокий у жены, у мужа. Но вот если они вдвоем, с индексом массы тела выше, чем 25, то тогда, к сожалению, мы обречены на неудачи. Наши анестезиологи, приходя к нам на очередное прерывание по неразвивающейся беременности пациентов с ожирением, всегда отмечают это. Они далеки от нашей эндокринологии. Но они говорят, господи, эти ваши эндокринопатии никогда не выносят, вы должны их лечить. Я говорю, так мы что делаем, мы стараемся. То есть они это понимают. Следующее исследование масштабное, 22 тысячи циклов было проанализировано. И что мне было отрадно, что не только у нас с большим индексом массы тела берут на исследование. И с индексом 50 за рубежом, оказывается, тоже женщины на ЭКО попадают. Так вот, что они показали? Они показали, что у них в фолликулярной жидкости нет никаких изменений. Но есть изменения в метаболических параметрах ацита и эмбриона. И поэтому вероятность вынашивания в таких группах снижается. Еще одно исследование, как эти пациентки отвечают на стимуляцию. Отвечают хуже. Доза для стимуляции у таких пациенток выше. Если в среднем это 1400-1500 единиц, то здесь может быть и 2400, и 2800. А количество полученных ацитов будет в таких группах, конечно, меньше. Так же, как и частота вынашивания. То есть частота неразвивающихся будет повышаться. Ну, это вот я просто, смотрите, какие огромные сделаны обзоры, исследования. Ну, вот все, чтобы это показать. А вот теперь мы с вами поговорим уже про акушерские наши проблемы. Все отмечают, что частота материнского ожирения на сегодня увеличилась, а именно удвоилась. То есть пациенток с избыточным весом у нас стало больше. Что мы видим у пациенток с избыточной массой тела? Увеличением риска развития сахарного диабета второго типа. Вы видите, к индексу массы тела 35, это 93%, да, мы будем иметь диабет второго типа. Ожирение влияет не только на вынашивание, да, но это и оксидативный стресс, и лепотоксичность, то, о чем сейчас так много говорят. То есть существует прямая связь. И ожирение у мамы увеличивает риск прежде всего гистационного сахарного диабета, макросамия у плода, частота оперативного родоразрешения увеличивается и частота послеродовых осложнений. Ну, и вот всегда дилемма, да, когда у вас в родильном отделении находится женщина с ожирением. Вот весит она 120 килограмм. Она вроде бы уже рожала, но сейчас у нее там вес плода, ну, сколько, ну, говорят, около 4 килограмм, 400-400-200. Вы сами с сантиметром немножко, да, ограничены в возможности в своей определить вес, как ее рожать. Ну, однозначно, если у нее есть гистационный диабет, и хоть слово про фетопатию нам, да, написали, врачи ультразвуковой диагностики, наверное, вы куда двинетесь, ну, в сторону оперативного родоразрешения, потому что, ну, чего боимся? Дистанции плечиков боимся, которые вот у таких пациенток, ну, к сожалению, нередко встречаются. У них чаще встречаются вот это данные, которые приводят к раны, у него огромный обзор сделан, более 150 тысяч пациентов, к сожалению. И видите, какие цифры получаются. Гистационный диабет в 13 раз чаще, антенатальная гибель в 8 раз чаще, дистанция плечиков в 5 раз чаще. У нас среди женщин, трудоразрешенных, мы посчитали, в 2016 году 26% имели избыточный вес или ожирение. А если говорить про частоту гистационного сахарного диабета, то вы видите, что это примерно, ну, половина пациенток, да. Ну, и теперь вот, что касается уже непосредственно генома, который мы будем видеть у наших женщин, да, с ожирением. Вот носит пациентка с ожирением девочку. Закладывается у этой девочки гометы, да. В каких условиях происходит закладка этих гомет? Да в не очень хороших, потому что у мамочки может быть повышен уровень глюкозы, да, триглицеридов, инсулина. И в следствии этого эти гометы могут получиться не очень хорошими. А потом мы удивляемся, откуда вот появилась такая девочка, у такой мамы, да, у которой нарушение менструального цикла. В общем, все закономерно. Здоровая беременная – это здоровый новорожденный. Если женщина пришла к нам весом 120 кг, вы ей назначаете инсулин, да, при беременности, потому что она не справляется со своими сахарами, вы срочно бегаете и подбираете ей гипотензивные препараты. О каком здоровье новорожденного может идти речь? Причем она еще будет сидеть на приеме и спрашивать, а вы уверены, что этот препарат мне там не повредит, да? Вы мне гарантируете, что на вашей дозе инсулина, а у них дозы инсулина могут быть достаточно высокие, выше, чем у пациенток первого типа. Иногда там и 100 единиц может быть, что я рожу здорового ребенка. А где вы были раньше, да, когда вы собирались планировать эту беременность? Поэтому, как мамочка у нас питается, соответственно, такой будет и малыш. И вот этот замечательный слайд, инутрофеномен, то есть когда уже внутриутробно программируется вот это самое ожирение у ребеночка от мамы с ожирением. Если женщина все время у нас ходит с высоким сахаром, да, у нее уровень глюкозы повышен, что происходит с малышом? Его клетки поджелудочной железы начинают маме помогать, усваивать ее высокую глюкозу. А это приводит уже к формированию той самой фетопатии, макросомии и то, чем, да, у нас некоторые мамы приходят, ой, он весит у меня 5 килограмм, его аж в кроватку он не помещается, и педиатры говорят, что его там шапочка какая-то не налезает. Мы-то с вами понимаем, что ничего хорошего в этом нет. Уже в пуповине плода мезонхиальные клетки будут дифференцироваться в адипоциты. И что мы будем видеть на УЗИ, что доктора ультразвуковой диагностики нам будут показывать? Толщение, да, контур вокруг головки плода, широкий плечевой пояс и вот такую вот мордашку, да, которая вот мамам нравится, а нам с вами не очень, когда мы видим, да. Ну и, наконец, антинатальные потери, постнатальные потери. Чем выше индекс массы тела, тем выше, конечно, проблемы, которые мы имеем, вот, связанные в том числе и с младенческой смертностью. Откуда вот эти все антинатальные потери? Да, чаще всего это не дифференцированный, не распознанный гистационный сахарный диабет, да. Вот раньше так, в всяком случае, было. И если и папа, и мама имеют избыточный вес, то в 80% случаев ребенок этот вес, да, что сделать, наследует. Посмотрите, даже кошка там сидит, да, с избыточным весом в этом семействе. Вот здесь так, чтобы чуть-чуть вас развлечь. А вот теперь то исследование, которое мы сами провели у себя. Мы проанализировали историю 51 пациентки с сахарным диабетом 2 типа, который у нас выполнили ЭКО. Конечно, обратите внимание, высокий очень возраст пациенток. 37 средний, да, то есть немолодые женщины. Очень длительный стаж бесплодия. Они к этому идут долго, о чем мы тоже сейчас уже говорили. То есть, наконец, приходят с огромными падками, но не компенсировано ни артериальное давление, и никакого лечения этого сахарного диабета нередко не бывает. Вот до нас, в данном случае, у 18% пациенток было. Посмотрите, какой индекс массы тела. То есть нормальный индекс массы тела, вот, все остальное – это избыточный вес или ожирение. Даже сюда попал вот такой вот клювик маленький – это когда индекс массы тела выше 40. Это пациенток с индексом массы, ясно, с весом больше 100 килограмм. Дальше. Прегравидарная подготовка – это группа, которая идет на ЭКО. Только 49%, и то не всегда такая достаточно жесткая. Да, кто-то диету, кто-то похудел, кто-то нет. На инсулинотерапию переведено только 7 пациенток. То есть это недопустимо, конечно, мало. 51% никакую прегравидарную подготовку не получал. И вот дальше смотрите, какие показатели. Ну, конечно, высокое такое оперативное родоразрешение, оно связано с тем, что, конечно, тут и гинекологические проблемы, да, что женщина там имела бесплодие там 18 лет, и у нее донорская клетка. Конечно, они на нас давят, ну и плюс, конечно, ее килограммы тоже. Высокий процент преэкламсии, высокий риск преждевременных родов. Здесь вообще недопустимо никакое двойня или тройня, что тоже вот в этой группе было. И тройня была, и двойня была. Конечно, они донашивают хуже. И то, о чем мы всегда говорим, что при снижении веса иногда даже на 15% пациентки восстанавливают револитурно-менструальный цикл и беременны без всякого уже в дальнейшем гормонального участия. Такое действительно есть. Снижение массы тела позволяет улучшить течение всех остальных заболеваний. Это и артериального давления, и состояние липидного обмена, и угреводного обмена. И в 22 страны в мире на сегодня приняли клинические рекомендации. Те, кто вступают и планируют беременность в протокол, не должны иметь индекс массы тела выше, чем 30 кг. Но у нас тоже будут, я так понимаю, эти клинические рекомендации скоро, когда мы будем уже знать, кого мы можем брать на ЭКО, кого не можем брать. Ну и, конечно, большое внимание должно уделяться питанию. Мы у себя сейчас на базе отделения сделали кабинет лечебного питания для беременных. Там не обязательно должен сидеть акушер-гинеколог и рассказывать про диету. Это может быть эндокринолог, это может быть врач-терапевт-диетолог, который знает, что такой пациентке посоветовать. А за рубежом с такими пациентками специально работает у них эта практика, у них это принято. И, наконец, современные принципы лечения ожирения. Вот мы до них и дошли. Конечно, это поэтапное снижение веса, и это прежде всего индивидуальный подход. С этим мы столкнулись, когда пытались на школе коррекции веса всех пациенток отправить на лечебную физкультуру. На лечебную физкультуру отправляется группа, ну вот мы больше чем 6-7 человек не берем. На первое занятие все, на второе занятие половина. Дальше как в школе забыла форму, еще там что-то опоздал, а на последнее приходит уже сам инструктор и спрашивает, а где ваши ученицы. Вот, а ученицы все, да, не идут. Потому что чуть-чуть их там нагрузили и стало тяжеловато. Поэтому теперь даже с каждой пациенткой врач ЛФК работает и подбирает ей нагрузки индивидуально. Какие существуют рекомендации на сегодня? Когда мы добавляем какую-то фармакотерапию, например. Это когда индекс массы тела у нас уже выше чем 27 и есть сопутствующие заболевания. Про хирургическое лечение речь идет, когда индекс массы тела выше чем 35 и также есть сопутствующие заболевания. Это принято в мире. В школу коррекции веса, если у вас существует, то, ну вот у нас основная группа, это все-таки женщины, которые планируют беременность, которых не берут на ЭКО, у которых не получилось выносить беременность. Или молодые совсем девочки, которые приходят иногда даже с мамами, мамы пишут, а потом девочкам, видимо, передают, переводят. Вот идет занятие школы коррекции веса, наверное, знаете, нашего эндокринолога Алены Викторовны Теселька, которая много занимается с сахарным диабетом первого типа. Идет занятие, вот рассказывает им про питание, анализирует истории болезни. Группа молодая, то есть вся-вся-вся, вот я говорю, настроена на планирование. И, конечно, когда мы говорим с вами про питание, это особое занятие, которое должен, конечно, провести специалист, который этой темой хорошо владеет, может ответить на все вопросы пациентов, потому что вопросов у них всегда бывает много. Ну и, конечно, вот прогресс его плюсы и минусы, да, вот миллионы лет шли-шли, а потом стали фастфудом питаться и немножко, да, вот капельку пришли. Конечно, если говорить про наших красавиц, кустодиевских, да, красивее выглядят. Но что такое вот диета? Диета – это прежде всего определенное количество калорий, да, и сколько калорий мы потребили, столько мы их и должны потратить. А если не потратили, значит, они у нас запасутся. Причем тот, кто переступил возрастной рубеж 45 лет, их это касается особенно, да, то есть они будут, типа, пациентки говорят, что я ем столько же, сколько вот всегда, но почему-то я поправляюсь. Потому что метаболические наши затраты стали меньше, и, к сожалению, да, хочешь не хочешь, надо в чем-то себе отказывать и в чем-то себе ограничивать. Вот она, пожалуйста, калорийность суточного рациона, которая нужна пациенткам в зависимости от возраста, в зависимости от их физической активности. И вы удивитесь, что, в общем-то, нам нужно не так много, 1700-1800 килокалорий. Между тем, как на новогодние праздники наши дамы умудряются и по 7 и по 8 тысяч килокалорий, да, съесть. Если говорить про то, насколько женщины должны худеть, мы радуемся, если она похудела вот на 10% в год от исходного веса и этот вес удержала, да, это очень хороший на самом деле результат. И о чем всегда говорим, от чего пациентка полнеет, не от булок, да, а от жиров. То есть жиры – это самый калорийный, да, как раз бы, продукт, например, те же самые орехи, да, на 60% это жиры. Дневник питания, тетрадь, который ведут, кстати, многие и пациенты, и даже коллеги, я тут столкнулась на одном из конгрессов, увидела у нее эту тетрадку, говорила, что ты такое делаешь, а вот тетрадку пишу, могу я вечером в десерте есть или нет. Человек говорит, посчитай, говорит, скорее всего нет. То есть это действительно дисциплинирует, это помогает. А самое главное, вы по этой тетрадке понимаете о пациенте все, насколько он внимает вашим рекомендациям, насколько он с вами готов работать, потому что если в этой тетрадке все написано по-честному, сколько конфет, там, сколько бутербродов и так далее, а если у нее все маленькое, полкотлетки, полконфетки, да, у нее все маленькое, половинчатое, и ничего она вроде и не ела, а вес не теряется, ну, значит, скорее всего, где-то вот она нас обманывает. И второй момент, мы спрашиваем, почему она ела. И видите, очень я перечислила все ответы, которые пациенты перечисляют. Ну, мало кто честно пишет, что был аппетит. В основном, то есть испытывал голод, чаще всего за компанию, там, впрок, захотел себя порадовать, там, уговорили сослужиться, там, еще там кто-то. И, конечно, мы с вами доктора, и мы понимаем, что мы тоже, группа риска, очень уязвимая в плане набора веса. Почему? Потому что питание, особенно кто работает с утками у нас, неправильное, хаотичное. Что прибегает доктор в ординаторскую ночь в родильное отделение, что его порадует? Сладкая стакан кока-колы, да, то есть неправильная еда. То есть вряд ли вы будете, да, там, цветную капусту есть. Вот, а также, конечно, у нас есть тоже свои какие-то конфетки, да, печенюшки, которые, вот, которых мы тоже не можем себе отказать. Ну, и что касается медикаментозной терапии, конечно, здесь все всегда серьезно. Я когда начинала работать, давно это было, был тогда на рынке один препарат, амфетамин. С ним начали работать, мы начали пациентке худеть, потом сказали, что все, его используют как наркотический препарат, и амфетамин с рынка убрали. Мы стали лечить наших пациенток максимально переносимыми дозами тероксина. Была такая методика в свое время, и вдруг я обнаружила, что моя барышня, чтобы лучше худелась вместо 200 микрограмм, которые мы там повышали, там ей каждую неделю 25 микрограмм, она есть 400. А чтобы лучше было, да, то же самое происходило препараты, помните, были изолепан, манифаж, которые потом ушли с рынка, потому что развилась легочная гипертензия, да, у этих пациенток, там, кто-то там погиб, и поэтому препараты отозвали с рынка. И на сегодня у нас на рынке три препарата. Это препарат арлистат, препарат сибутрамин, арлистат у нас, по-моему, с 97-го года, сибутрамин примерно с того же времени у нас, он в виде редуксина и редуксина мед, и лироглутит, который не так давно у нас на рынке появился, про который мы немножко чуть-чуть попозже поговорим. Дальше, если говорить про хирургические методы ожирения, да, сейчас их стали использовать чаще, основной-то какой? Добалонирование желудка, да, проверили пациенту, что у него нет язвенной болезни при ФГДС, и поставили этот баллон, 800 мл ввели физраствора, окрашенного синькой, чтобы если вдруг батон лопнет, да, можно было контролировать это как-то. Принимает пациентка имепрозол, ходит с этим баллоном и худеет. Но, если пациентка не соблюдает рекомендации по питанию, когда баллон извлекается, все возвращается на круги своя. А знаете, какой был первый метод лечения ожирения, вы удивитесь. Я никак не могла понять, перевести его. Пациентке зафиксировали нижнюю челюсть к верхней. Ну, то есть, грубо говоря, зашили рот. То есть, питаться она могла только жидкой пищей. То есть, она через трубочку питалась. Так хорошо пошло, авторы так обрадовались. Вот набрали они несколько таких пациенток, и все у них шло неплохо, пока одна совсем голодная не подавилась. В общем, еле успели эти нитки развязать, чтобы она прокашлялась, пока как-то в клинику везли. Поэтому прогресс, как снижается вес, очень такой вот. У нас есть замечательный профессор Репина Маргарита Александровна. Может быть, кто-то знает ее лично, она много лекций читает. До сих пор она у нас в строю. И на вопрос одной женщины, да как же мне все-таки похудеть? Она сказала, знаете, есть такая поговорка, когда бы печень и руки были, они бы горло задушили. В принципе, мы говорим про первый метод ожирения. Я, начиная свою диссертационную работу, всегда не могла понять, ну как же, я все делаю, я все им рассказываю. Они каждую неделю ко мне ходят, почему не худеют? А мне наш профессор говорит, ты их положи в клинику, и пусть они лежат на нашем восьмом столе, и посмотри, чего они едят. Вроде прихожу, все едят правильно, а раз, как-то я дежурила. И думаю, дай зайду, посмотрю, чего они делают. Вот лежит моя пациентка, которая не худеет, у нее мешок с пряниками такие невские, у нас есть пряники мятные, куча фантиков, конфет. То есть, понимаете, вот, ну не бывает просто так. Если пациентка, я еще раз говорю, настроена, она обязательно похудеет. Эти пациентки, как правило, очень благодарные. И я вам вот к чему это все говорю, похудеть сложно. Вот если вы пробовали худеть сами кто-то, очень тяжело. То есть, бросить иногда бывает килограмм-два и удержать, это колоссальный труд. А представляете им, да, им просто сбросить первые килограммы, а потом, когда вокруг соблазны, когда они это все понимают. И поэтому любой их вот успех, это, конечно, надо очень радоваться и поощрять. И их надо, в общем, их надо любить. Ну и, наконец, про бариатрические операции. В мире их выполняется около 40 тысяч. У нас в России около всего 1200 операций таких в год делается. Больше всего операции приходится на Соединенные Штаты, потому что, ну, считается, что они самая-то полная нация на сегодня. И что, вот, уже проанализировано, около 100 случаев после введения беременности, вот, после таких больших бариатрических операций. Что отмечают? Что дети действительно не рождаются крупными, они чаще маловесными, да. И вот дальше у таких детей на протяжении 2,5-3 лет диетологи с ними работают, чтобы нормализовать состав микронутриентов, да. А что касается самих женщин, у них в следствии дефицита, вот, витамина В12, фалатов, витамина Д, у них увеличивается риск, соответственно, анемии, да, снижается иммунитет, снижается частота, повышается частота пороков нервной трубки у плода, то есть особая группа. Ну, и, конечно, не всегда у таких женщин, кто весит там 140 килограмм, еще и просто, да, найти этот самый порок, бывает, в следствии веса. Если говорить про то, какое количество фолиевой кислоты наши пациентки должны использовать, ну, не меньше 1 миллиграмма, потому что это группа риска, и они все время находятся на диетических каких-то, да, ограничениях. Кто перенес бариатрические операции, несомненно, это 5. Фаза лечения ожирения. Первая – это когда идет активная фаза снижения веса, дальше идет фаза, направленная на поддержание веса, и эта фаза самая сложная, да. Теперь вот наша группа при гравидарной подготовке. Обычно мы таких пациенток наблюдаем у себя 6 месяцев, да, но дальше вот уже мы их либо выпускаем на беременность, либо, ну, они отправляются еще худеть. Препараты в основном – это метформин, чаще всего используется, сибутрамин, эрглутид. Обязательно витамин D, омега-3, фолиевая слота. Да, сейчас чуть-чуть ниже я еще об этом скажу поподробнее. Вот смотрите, уровень витамина D у пациентов с гестационным сахарным диабетом. И вы тут увидите, что у значительной части женщин уровень, да, этого витамина D снижен. А чем ниже риск, чем ниже уровень витамина D, тем выше риск развития гестационного сахарного диабета. Мы поголовно проанализировали сейчас первый тип, смотрели, какой у них уровень витамина D. Ну, тоже невысокий, хотя некоторые пациентки, вот кто выезжал куда-то на море, да, они могут иметь и нормальную цифру. Но на планирование все наши пациентки, даже поддерживающую дозу, будут получать. Когда мы говорим про недостаточность витамина D, когда у нас цифра 21-30, адекватный уровень выше 30, а дефицит меньше 20. Репродуктологи молодцы, они идут, конечно, на шаг всегда впереди нас. У них уже давно все пациенты, которые вступают в протокол за 2-3 месяца, начинают получать витамин группы D. И вот здесь хорошо показано, да, имеется уровень 20 нанограмм на миллилитр, мы хотим с вами иметь 40. Значит, 2-3 месяца пациентка должна получать 5000 единиц. Если говорить в ультра-Д, значит, это будет 5 таблеток, 5000 единиц. Да, если говорить в каплях, умножаем обычно на 2, да. Ну, а тут наши коллеги приехали из Торса и привезли уровень таблетки витамина D, знаете, сколько? 20 тысяч единиц в одной таблетке, я говорю, господи, а туркам-то зачем, да, в такой высокой дозе? Они сами объясняют, что они на солнце не так много бывают, и у них, кстати, это тоже проблема. А самый низкий уровень витамина D, знаете, где? В Африке, да, потому что у них вот кожа защищает их от солнышка, и, соответственно, витамина D у них тоже немного. Ну, а мы с вами еще знаем, что некоторые лаборатории нам будут давать уровень витамина D в других единичках. И вот пациентка сидит и говорит, да у меня вообще, у меня шикарный, у меня там 50 уровень витамина D. А смотришь, ах, он не в монограммах, он в наномолях, делишь пополам, и шикарного, он становится дефицитом, да, то есть вот это тоже важно увидеть. Ну, и, конечно, какая коррекция? Вот пациентки, которые идут к репродуктологам, это 6-8 тысяч единиц 2-3 месяца перед планированием беременности. Есть такие работы, в которых даже, в общем-то, указывается, что назначение витамина D помогает справиться у пациенток с недостаточностью литейновой фазы, просто вот с этим самым дефицитом. Ну, и, наконец, фертина или основной его компонент – это миоинозитол, которым мы широко пользуемся, и очень широко пользуемся у пациенток с поликистозными яичниками, особенно если у них есть какие-то нарушения, связанные с углеводным обменом. Почему? Потому что препарат повышает чувствительность к инсулину, но это прежде всего одно основное его свойство. Репродуктологи дают эти препараты 4 тысячи или 2 таблетки, то есть в 22 раза за где-то 2-3 месяца до планирования беременности. И по данным, опять-таки, репродуктологов, это позволяет им снизить дозу для стимуляции рекомбинатного ФСГ и получить большее количество хороших эмбрионов класса G. Если репродуктологи есть, любят эти эмбрионы хорошие. Ну, и, наконец, пару слов про контрацепцию. Если говорить про контрацепцию, то всегда возникает вопрос, а можно ли женщине с ожирением назначить контрацептивный препарат? Нам не хочется, чтобы она похудела на 10 килограмм и забеременела. Нам хочется, чтобы она похудела, допустим, на 20 и беременела потом. Самая неприятная история, вот в моей практике была, пациентка у меня весила 180 килограмм. Мне ее привели и сказали, вот она очень хочет ребенка, ей надо похудеть. Пациентка очень оказалась комплайнентной, она быстренько взяла и на 60 килограмм похудела. Вот, ну и, наверное, это было не так сложно, как пациентке с 80 похудеть до 70. И вот она приходит и без всяких месячных, еще даже цикл не восстановился, говорит, я беременна. Я чуть в обморок не упала, говорю, да ну какая беременность у тебя месячных? Нет, да чувствую я, что все не так. Тогда у нас первый прибор в клинике появился, брюлик ЕР, его купили. Тогда только-только у нас появлялась вот эта лаборатория ЭКО. Я пошла к ним на поклон, говорю, посмотрите женщину, давайте поищем беременность. Мы посмотрели, действительно нашли беременность. Это был такой ужас, я думаю, как же я с таким весом дальше с ней буду работать. Она набрала, я сразу скажу, все эти 60 килограмм назад за беременность, потому что она получила свою беременность, она получила цель. А самое главное, ее семья, она была из грузинской семьи, но не могла привыкнуть к тому, что она во время беременности должна как-то себя ограничивать. И когда пришел момент родоразрешения, это самый неприятный момент, как ее рожать. Вес плюс-минус 4, говорят, 4-4,5. Она ни на какую рахмановскую кровать не лезет, улеглись тогда на обычную кровать. В общем, рожали-рожали, сначала все неплохо, потом, как всегда, вторичная слабость родовой деятельности. Дальше какой-то кристейлер, не кристейлер, понятно, что это в таком случае не всегда помогает, потому что женщина такая огромная. В общем, в результате 4,5 эти самые и родили. Слава Богу, да, дистанция была, но ограничились мы легким паразом МЭРБа. Но после этого я зареклась, пока у меня пациентка не похудеет, пока я говорю, не скажу тебе, можно беременеть, не беременеет. Но это правда, так это правильно, потому что иначе мы подставляем и коллег, и всех, то есть не даваем таких пациенток народы. Какими руководствуемся документами? Те, которые, в общем, на сегодня у нас существуют, да, критериями приемлемости назначения контрацептивных препаратов. Согласно этим критериям, ожирение – это вторая категория, да, то есть когда польза превышает риски. И что у нас может быть еще? Может быть даже и пластырь, и кольцо. Вот, если говорить про остальные контрацептивы прогистогенные, здесь это вообще критерий приемлемости первой. Но у женщин с ожирением бывают заболевания желудочно-кишечного тракта. Если у нее удален желчный пузырь, или она его никак не лечит, это одно. Если она бесконечно принимает какие-то препараты, да, и борется со своим повышенным уровнем трансаминаз, конечно, это для нас критерий приемлемости уже три. Сахарный диабет. Ну, он не является ограничением, если мы говорим про второй тип. Если он не имеет сосудистых осложнений, стаж его течения не более чем 20 лет. То же касается и первого типа, да. Первый тип, если стаж длительный, как бы нам не хотелось подобрать контрацептивный препарат, всегда нет, да. Вот, если говорить про артериальное давление, тут вы тоже все знаете, да. Если артериальное давление повышено, то нет. Если она еще добавок курит, то тоже нет, да, повышается риск тромбоза. Ну, и я сразу скажу, что многие пациентки не рвутся принимать контрацептивные препараты, потому что вот это убеждение, что она обязательно поправится на этом препарате, да, оно существует. Ну, не только у них, кстати, как мы тут провели для себя опрос, опросили студентов медицинских институтов, опросили наших коллег, ну, не обязательно гинеколог, вот те, кто к нам заходил, и вот боязнь поправится одинаковая у всех. Вот риск страха поправится, и тромбоза. Вот два момента, которые вот все отмечают. Между тем, контрацептивы хорошо влияют на обменный процесс, особенно эстрогены, да, они улучшают липидную функцию, да, то есть увеличивают количество липокротеинов высокой плотности. Это раз. Второе. Вот то, о чем мы говорили, какие мы не будем назначать препараты, которые вытесняют, да, андрогены из секс-связывающего глобулина. Вот какие нельзя? Те, которые содержат дезагистрел, леванаргистрел и гистоден. А какие это препараты? Ну, гистоден что содержит у нас? Нет, вы-то знаете. Я даже не сомневаюсь. Ну, какие препараты-то гистодена? Ну, мы же широко. Пимоден, правильно, еще. Лагест, еще. Линдинет, да, 20-30. Дальше. Дезагистрел. Вот это же самые были любимые препараты. Помните, регулон, регивидон. Все про них, в общем-то, как-то подзабыли, хотя, вот у меня, например, рассказывала коллеги, пришла женщина на прием, 62 года. Наверное, надо отменить мне контрацептивные таблетки, потому что я теперь вдова. Теперь я, наверное, забеременеть не могу. Я говорю, а что принимаете? Дождь лет 20, вот регивидон, значит, да. Вот, так что такие женщины-приверженцы у нас есть. Вот их нельзя, потому что вот эти вот, да, прокистогены, они будут вытеснять андрогены из связки с секс-связывающим глобулином. И мы боремся, например, при поликрустозе с гиперандрогеной имени, так их еще больше будет значение наших препаратов. Дальше, вот эти контрацептивы с андрогенным эффектом, они снижают толерантность к глюкозе, что для наших пациенток совсем не нужно, увеличивают инсулинорезистентность. И, наконец, они подавляют секрецию холецистокинина. И таким образом, вот, тоже дают нам лишний вес. Какие можно? Те, которые будут обладать у нас минералокортикоидным эффектом. Конечно, вы сразу вот правильно и говорите. Это какие? Ну, что же, конечно, уже все с ними работают. Это Ирина, это Джесс, это Нидиана, это Диме. Вот эти препараты, которыми, конечно, мы можем широко пользоваться. Но это в случае, если нас ничего не беспокоит. Если вы собираетесь лечить гиперпластическую, да, какой-то составляющим, то это, конечно, препараты уже будут другие. Сейчас я уже тогда эту часть немножко уберу. Взаевосвязи между индексом массы тела и эффективностью контрацептива не выявлено. Это вот все многочисленные кохрейницкие исследования. Так же, как и нет доказательств для утверждения о том, что контрацептивы отрицательно влияют на вес. Исследования сравнивали дросперинон 2 мг и 3 мг. Но у нас вот с вами нету, да, первого препарата. Было показано, что в тех препаратах, где дросперинон и бень, больше пациентки худеют лучше. И вот сравнивали препараты с леванергистрелом, содержащим, и содержащий дросперинон. Те, кто принимал дросперинон, там вес более стабильный, пациентки эти вес снижают. Если говорить про частоту тромбозов, да, это то, чего мы больше всего у пациента к сожалению боимся. Вот тут я уже слышала, что проводится, да, в некоторых у вас скрининг на вторую и пятую мутации, да, лейден и протромбин, что пытаетесь исключить их сразу до назначения препаратов. Да, вот она вот эта пациентка у нас с лейденовской мутацией, которой мы тоже выполнили этот скрининг до назначения препарата, только потому, что она сказала, что у папы инфаркт был 45 лет, и у дяди был инфаркт 40 лет. Вот она оказалась носительницей мутации лейдена. Так, что-то я, а вот. Ну и приобретённый фактор риска тромбозов – это ожирение и курение. Я стараюсь максимально ускориться. Вот этот слайд, который я не могу не показать, который может не очень хорошо видно, потому что я его всегда показываю. Вот если мы хотим полечить с вами эндометрия, почему и какой препарат мы выберем? Вот смотрите, дрозперинон, который мы очень хвалили. Для того, чтобы была трансформация, задавлен был эндометрий, на месяц нужна доза 50. У нас в таблетке сколько в одной дрозперинона? 3, 3, 3 умножаем на 21 день, сколько получаем? 63, нужно 50, а у нас 63, этого достаточно? Достаточно. А вот дальше давайте смотреть, ну, ой, ой, уже всю красоту показала свою, диеногест, диеногест, нужно 6, уже меньше, да? Сколько в таблетке диеногеста? 2. Умножаем на 21, получаем 42. Нужно 6, а у нас 42. Посмотрите, насколько этот препарат сильнее, насколько антипролиферативная активность у него сильнее. То есть, несомненно, мы выберем препарат, который будет содержать уже диеногест. А самый сильный, вы увидите, тот, где нужно меньше всего, и дозировка маленькая, это гистоден. Да? И наши барышни, конечно, планируют беременность. Мы все для того, чтобы получилась эта беременность, идем, да, к Дмитрию Аскаровичу Уотту, подержаться за ботинок, да, у нас там и за руку, и за что только не держаться, чтобы это чудо случилось, чтобы ребеночек к нам обязательно, да, такой чудесный на стрелку залетел, чтобы Аист его донес. Сейчас я буквально пару минут, да, одну клиническую задачку, с вами разберем. Я постараюсь уложиться. Уже задерживаю. Сейчас мы постараемся. Ну, это вот задачка, которая у нас, пациентка прошла у нас вместе с нашим эндокринологом Аленой Викторовной, вот прямо клинический случай. Пациентка обратилась к нам с жалобами, что у нее есть избыточный вес, два года она страдает бесплодием, она профессионально занималась боксом. Как только вышла замуж, занятия свои бросила и набрала, и стала весить 40 кг, то есть 100 кг. Месячные у нее стали нерегулярными. Вот. Что мы имели, когда она обратилась к нам? Вес 100 кг, индекс массы тела 39, немножко повышенное артериальное давление, но по всем показателям она у нас все-таки была женщина геноидного сложения, да. Наследственность отягощена и у бабушки, и у мамы, да, сахарный диабет второго типа, а у мамы еще, ну, то есть у мамы ожирение. По данным ультразвукового исследования, ничего особенного выявлено не было. Обычные совершенные яичники, нормальное количество фолликулов, то, что мы не назначали, то, что она принесла нам сама. Да, в общем-то, были какие-то анализы, наверное, и лишние в данной ситуации, но гонадотропины были нормальны, антимюллеры нормальны, щитовидная железа функционировала нормально, прогестерон был тройку, то есть четко речь шла про анавалитурный менструальный цикл. Проба на толерантность к глюкозе, показатели липидограммы, в общем, ничего, а вот АЛТ и АСТ были повышены. УЗИ печени и желчного пузыря без патологии. Диагноз наш такой был. Ожирение второй степени, норма гонадотропная, норма проволоктинемической недостаточности яичников, анагуляция, обсиминары и первичное бесплодие. И, конечно, мы пригласили нашу пациентку, вот она одна из них тут учащихся, в школу коррекции веса. Они занимаются, меряют артериальное давление, измеряют талию, окружность бедер. Так, и что мы увидели? Повышенный индекс хома. Обращаем внимание на то, что у нее повышено немножко артериальное давление и уровень трансаминаз. И понимаем, что назначение препаратов у нас выбор не такой большой, а ей это, в общем-то, терапия нужна, потому что она чувствует, что сама она не справляется, раз обратилась к нам. Ей была назначена диета, достаточно жесткая, 1400 килокалорий, количество жиров не более чем 38, а если кто-то дневник писал, знает, что 2 сосиски – это уже 38 граммов жира. Исключить продукты с высоким гликемическим индексом, добавить в рацион клетчатку, хофитол, вирошпирон. И мы поставили перед ней вопрос о предназначении препарата саксенда, потому что в связи с артериальным давлением мы не могли назначить сибутрамин, повышенной трансаминазы, нас ограничили в назначении ксеникалом. То есть вот один препарат, который мы с ней обсудили. Пациентка сначала отказалась. Пришла на следующий прием, похудела на 3 килограмма, вроде бы все рекомендации соблюдает, но отмечает, что ей очень тяжело удерживаться и контролировать аппетит, особенно когда это касается, допустим, на работе или каких-то семейных мероприятиях. Давление остается прежним. Снова, в общем, мы стали говорить про саксенду. Она приняла такое решение и назначен был ей прием следующий, через месяц, если все нормально. Следующий раз, я тут выпустила все наши назначения, приходила она к нам регулярно. Через полгода вес 89 килограмм. Неплохой результат, она его удерживает. Трансаминазы нормализовались, давление в норме. Когда повышала дозу на дозе 1,8, были отмечены приступы тошноты. Задержалась на этой дозе несколько дольше, на 2 недели. Что еще было из побочных эффектов? Были моменты, когда были задержки стула. Но эндокринологи хорошо проверили дневник и увидели, что клетчатки все-таки в рационе маловато, после чего моторика кишечника улучшилась. Эндокринолог присылает ее снова, занимайтесь беременностью. Но тут мы уже все-таки, я легла ко сне и сказала, нет, еще немножко худеем. Цикл по-прежнему анавалиторный, хотя все-таки еще регулярный. Решили еще на 2 месяца продлить ей прием саксинды. 85 кг похудела на 15. И тут мы уже понимаем, что если мы сейчас ей не начнем помогать, она может вес вернуть нам снова. То есть такие моменты бывают. Ну и здесь мы уже приняли решение о том, что будем все-таки отправлять обследоваться мужа при нормальной спермограмме. Все-таки проверим трубы. Но на тот момент обычный доступ мы проверили, обычный ГСГ. И сразу скажу, что забеременела пациентка на фоне стимуляции овуляции кластилбигита. Кто пациенток таких стимулирует, наверное, на 50 ни разу не видели беременность, потому что они плохо отвечают вообще-то на стимуляцию. Она нам ответила на 150. Причем на 150 всего один фолликул был. То есть никакой гиперстимуляции таких пациентов, как правило, с ожирением, с нормальным авариальным ревервом не бывает. Что же такое препарат саксинды или лироглутит? Это ликогоноподобный пептид. Ликогоноподобный пептид у нас синтезируется в аркуатных и медиальных ядрах гипоталамуса. И вы все знаете, что там есть такие вот ядра, которые содержат нейропептид Y, который подавляет аппетит. А есть те, которые содержат правомелоподобные пептиды, которые способствуют повышению аппетита. Так вот, ликогоноподобный пептид или лироглутит действует таким образом, что он и повышает чувство насыщения, и подавляет чувство голода. Если говорить про его период полувыведения из плазмы, это где-то 13 часов. Препарат на фоне снижения веса, на фоне его применения, начинает хорошо работать уже через 5 недель. То есть начинается четкое снижение веса, снижается чувство голода, появляется чувство насыщения. Ну и самое главное, конечно, идет снижение веса. Сразу оговорюсь, если вы назначили пациентке препарат, вес не снижается, прошло несколько месяцев, значит препарат надо отменить. Смысл назначения такого дорогостоящего препарата, если он эффекта не дает. Наверное, нет, пациентка все-таки не выполняет какие-то рекомендации. Препарат улучшает совершенно четко липидный спектр, снижает артериальное давление, способствует его снижению. И, конечно, отмечается, что риск снижения сахарного диабета на фоне назначения препарата также снижается. Но если вы работаете с препаратом или видели, сейчас медпредставители его показывали, это вот такая ручка, для стимуляции овуляции используется подобная, когда доза увеличивается. Шаг 0,6, начинаем 0,6, через неделю переходим на 1,2, препарат вводится. Ну, как правило, все пациентки вводят в живот, так удобнее, хотя можно и в плечо, и в область бедра его вводить. Так, вот пошаговое его там применение. Первая неделя, вторая неделя, третья неделя, да, и за 5 недель мы выходим на лечебную дозу. Ну, здесь подробная инструкция, и пациентки с этим тоже хорошо сами справляются. Эти образцы, ручки у нас, в общем-то, есть. Как часто приглашать пациенток? Ну, я сразу вот скажу, что тех пациентов, которые у нас идут по теме диссертации, мы приглашаем часто. Раз в месяц обязательно, на весы и сантиметром измеряем. И четко еще раз там читаем дневник. Вот те, кто регулярно приходит, кого мы контролируем, они хорошо снижают вес. Те, кто вот уходит куда-то там, свободное плавание на полгода, те, конечно, худеют не очень хорошо. Есть определенные противопоказания, но которые в инструкции хорошо написаны. Здесь я обращаю ваше внимание, это медулярный рак щитовидной железы. Все-таки перед назначением препарата щитовидная железа должна быть обследована. Это детский возраст до 18 лет, это сердечная недостаточность четвертой степени. Ну, и если мы собираемся лечить не элементарное ожирение, а вдруг у пациентки это ожирение связано с синдромом оценка Кушинга? В таком случае, конечно, нет. Так, препарат для подкожного применения. И вот здесь вот кому можно, да? У кого индекс массы тела или выше 30, или выше 27, но есть уже сопутствующие ожирению осложнения. Ну, то, о чем я говорила, наша пациентка пришла, вроде бы похудела, спермограмма нормальная, трубы проверили. Здесь мы ей назначили такой прогистоген, как утражистан. Она отстимулировали поддерживающую терапию, сохраняющую она получала. Витамин D у нее к моменту наступления беременности был хороший, поэтому как поддержка шло 2000 единичек ультра-Д. И дистанционный диабет вот у этой пациентки выявлен не был во время беременности. Мы считаем, что это наше достижение. Прибавка веса всего 5 килограмм составила, потому что, опять-таки, питание у такой пациентки мы контролировали. И самостоятельно она вступила в роды, самостоятельно родила прекрасную девицу 452 сантиметра. Ну, а вот эта картина, которую наши пациентки на школе коррекции веса рисуют, да? У нас их много, и на каждой картинке, в общем-то, одно и то же. Ну, может быть, такие художники все, но все рисуют дома, цветы, птиц. То есть, то, что было сказано, что женщины хотят, конечно, любви, стабильности. Спасибо большое!